Спасибо. Так, пожалуйста. Так, уважаемые коллеги, последний докладчик Сахаров. Два доклада. Первый доклад – исследование сердечно-сосудистой системы человека. И второй доклад – жизненный ресурс человека. Тема взаимосвязанная, интересная любому человеку. Да, да. Я просто пойду там за списком разбираться. Добрый день. Весь я в танцах. Так, находим себя. А где мы тут себя находим? Это можно убрать. Так, сейчас тоже по сердцу выйдет. Закрыть. А, вот это, с этого места, да. Как вы сказали? А, исследование сердечно-сосудистой системы. Базовое образование – инженер-электромеханик. То есть к медицине никакого отношения не имея. Узкая специализация – управление процессом алмазного бурения и разработка алмазного порода разрушающего инструмента. На пенсии много лет. Рабочее место – диван и компьютер. Как-то плохо стало с давлением. И стал контролировать свое давление. Накопил более двухсот наблюдений. Значит, у врача, приходишь к врачу, там, если высокое давление, то плохо, если низкое, то вроде тоже плохо, да. Поэтому я заинтересовался, как из этой совокупности генеральной выводить какую-то информацию. Вот. Для этого я, значит, всю сердечно-сосудистую систему заместил, значит, однокольцевой. Сделал одну эквивалентную аорту, а один блок, который называется капиллярная система, одна вена и одно сердце. То есть, вот эта одна кольцевая система, значит, позволяла сразу идентифицировать сердечно-сосудистую систему, то есть идентифицировать капиллярный блок. Значит, было составлено уравнение, значит, впрыска крови, и в остальной цепи скорость пропорциональна пульсу, значит, квадратичное уравнение, и которое показало, что если мы в относительных единицах, ну, сначала скажем, что вся система не засорена, значит, у аорты сопротивление единица, и вот что получилось у капиллярной системы. У капиллярной системы, вот, на все, там, 200 наблюдений было, 150 вошло сюда, значит, разброс сопротивления относительного от единицы до двух. Вот. Значит, это мне позволило идентифицировать саму систему сердечно-сосудистую. И по РК, сейчас найдем этот рисуночек, а вы прочитали вот здесь, что там, вот вверху? Я не буду прочитать, просто дальше уже вот этот рисуночек, одно сердце, одна аорты, капиллярная система. Это позволило мне все данные классифицировать, все вот 150 с лишним наблюдений, разбить на 10 выборок. Вот. И по этим 10 выборкам уже делать какие-то суждения. Во-первых, что дает схема замещения? Она, вот этот пульсирующий сигнал, натуральное сердце, можно его привести в средневзвешенное значение. Вот. И таким образом, сохраняя пульс, толкать вот этот фенитный впрыск, значит, делая, ну, не совсем подобие, но равномерный такой поток, который движется не ламинарно, а все-таки толкается вот этот столб крови, да. Значит, вот эта вот схема, это модель, которая позволила, значит, что сделать? Сделать выборки и... Где же рисунок-то? А, вот рисунок, он весь попал. Или уменьшить можно? Ну, что ты бы сделал, что там? Значит, я хочу, чтобы есть рисунок, чтобы он сюда вошел, чтобы было ясно, о чем я говорю, а не просто так. Чтобы было ясно. А, видно, да? Значит, вот когда такая классификация произошла, то появилась возможность это все графически нанести, значит, в координатах. Значит, по оси абсцисс это величина сопротивления РК, блока, вот, капиллярного, а по вертикальной оси ординат отложить средневзвешенное давление. Вот. После этого разложить все эти точки, вот, и получилось такое вот расположение наблюденных значений, и которое интересно, значит, прошло вот через ось ординат, и уперло минус единицу. То есть, это минус единица, это та нулевая шина, которую вена представляет. Ну, тоже было принято, что этот колодец чистый, недосоренный. То есть, вот это идеальная схема. Но она все-таки это начало, положило начало для дальнейшего исследования. Значит, вот, оказалось, что точка ДСВ нормальная, она характеризует эффективность биорегулятора. То есть, например, у меня это получилось, там, точка сорок. У всех людей эта точка разная. Потому что давление – это все равно, что температура, это показатель состояния организма, это не болезнь. Если принимать лекарства, то только уже в крайнем случае, то есть на краях, когда давление либо очень высокое, либо очень низкое, иначе портит свой желудок. То есть, природа специально сделала регулированное давление, чтобы помочь всем нашим органам правильно производить свои физиологические реакции, биохимические процессы. Поэтому, значит, вот получается такая картина, если по горизонтали отложить, то может получиться, что давление у нас одинаковое, а сопротивление системы капиллярной различное. То есть, это говорит о том, что и субъективные ощущения совершенно будут разные. Или наоборот, по вертикали, при одном и том же значении капиллярной системы давление будет разное. А что значит значение РК капиллярной системы? Оно от единицы, когда зазор полностью открыт, падает до одной трети. Тут у меня есть расчет, как рассчитать просвет в сосудах. Значит, вот получилась уже такая картинка, которая наводит на дальнейшее размышление. То есть, мы вот получили это, а теперь надо показатель, объективный показатель своего состояния вывести. Вот, я хочу раздать такие, кто заинтересуется. Вот, инструкция называется «Познай себя», потому что мы, так сказать, не знаем себя и не знаем, как подойти к этому делу. Через некоторое время, если вы наберете наблюдений 30, вам будет уже с собой все ясно. Значит, вот показатель. Показатель. Сейчас покажем, значит, здесь, что у нас. Да, значит, вот этот рисунок, который я увел, значит, здесь у нас, это средняя линия, а есть пунктирные линии. Пунктирные линии, это говорят о том, что и были такие напряжения граничные верхнего значения и нижнего значения давления. То есть, это вот зона допустимых значений, запустимых отклонений, вернее, да. И вот, тогда, значит, перейдем дальше. Вот тут эти отклонения в пределах 3-10%. Значит, они, значит, несколько групп. Вот. Что выявилось при рассмотрении выборок? Выявилось, что сопротивление РК можно не обязательно составлять уравнение, его рассчитывать. Вот. А определенная функциональная зависимость. Величина РК равна D средневзвешенная, деленная на пульс. Ну, с коэффициентом. 1,25. Для всех 1,25. ДСВ может быть разным, а коэффициент оказался и для моих друзей, и для меня один и тот же. Вот. Значит, как определить коэффициент самочувствия объективный? Вот, 13, это как раз он и есть. Значит, в скобках это единица, плюс-минус сигма отклонения, которые вот здесь показывают, умноженные на РК. Теперь что получилось? С субъективными данными, ну, мне не понравилось совпадение. Значит, что пришлось вести? Ну, все равно, что как электростанция со струей там, значит, это кровь через просвет проталкивается. При разном отношении, отношении давления сигди, то есть, которое говорит в относительных единицах, что импульс систолического давления в одном случае один, ну, узкий, а в другом случае вот это отношение систолического к диастолическому давлению говорит об отношении длительности систолического импульса к длительности диастолического. В том случае, когда он уже, концентрация давления больше, эффективность впрыска больше, и, соответственно, нам кажется, что нам лучше. Действительно так, поскольку впрыск более эффективный. Поэтому окончательная формула показателя объективного самочувствия в виде 14. Формула 14. И, значит, шкала показателя тут приведена. Нормальное давление посередине, удовлетворительное повышенное, пониженное, плохое высокое, плохое низкое и очень плохое. И есть еще один показатель, когда уж совсем плохо. Я его назвал, как он, я его назвал, значит, энергетический потенциал. Это отношение произведения систолического давления на диастолическое, отнесенное к среднеизвешенному давлению. Ну, в соизмеримых величинах. Вот если он меньше единицы, то плохо, лежишь как пласт. Если это независимо от РК, вот, если, значит, он выше единицы, то все нормально, вот этот показатель действует. Спасибо. Это первый доклад, да? Да. Нет, вы можете продолжать ваше время, два доклада подряд, да? Ну. Если вопросы вы желаете по отдельности, то можно сейчас дисковать. У вас время, в принципе, вы нормально положили. Хорошо, значит, у меня, значит, жизненный ресурс человека, это в 84-м году в литературной газете была статья Касселя «Как прожить до ста лет». Ну, она как-то мне запала, и всю жизнь меня сопровождала эта мысль. Как же все-таки прожить до ста лет? Себе-то я все время говорю, прожить до ста лет. Прожить до ста лет – это надо обязательно говорить. Вот. Значит, прожить до ста лет. Вот. Ну, тем не менее, на много лет бывал я отклонялся от этих размышлений. Вот. И это я немножечко отклонился. Но вот в 2006-м году на Конгрессе было выступление, выступление, выступление госпожи… Надо же, да? Сазеева. Единый источник ритмов – основа единства природных процессов. И она опять меня вернула к этой идее заняться, значит, заняться вот этими ритмами, биоритмами. Ну, водород колышется, все, молекулы колышутся, органы колышутся с биоритмами. Причем, чем сложнее, значит, структурное образование, тем ниже частота этих биоритмов. И, в конце концов, приходит к одному импульсу. Это импульс жизни человека. Ну, по математике каждый импульс можно разложить в ряд, на частоты. Ну, и тут картина обратная. Значит, самая высокая частота у эмбриона. Вот, и дальше, по мере развития, частоты формируют очередной рис. Сейчас нужно найти… Где это? Это я закрываю. А это?